Пешеходный переход есть, но ходить по нему опасно. Такая ситуация сложилась возле детского кинотеатра на проспекте Мичурина. Варианты решения проблемы жители искали вместе с чиновниками. К чему пришли в итоге в нашем следующем сюжете. Нам зелёное, а нас не пропускают. А должны? Да. И такая ситуация тут не редкость. Пешеходный переход есть, светофор давно установлен. Но водители то ли не замечают, то ли сознательно не хотят замечать запрещающих сигналов. Жители соседних домов – свидетели хронических нарушений правил дорожного движения. Но неоднократно, сколько раз удивлялись, переезжают на красный свет светофора, едут машины. Нерадивые водители – не единственная проблема. Часто светофор просто выключен. Причина этого явления – перебои с электричеством, которые случаются тут едва ли не каждый день. Страдают в этой ситуации самые маленькие горожане. На другом конце этой небезопасной зебры – специализированный детский кинотеатр. Каждый день его посещают десятки ребятишек. Я сама многодетная мать, у меня трое детей. Постоянно ходим в кинотеатр. Детям очень тяжело приходится переходить дорогу. Бывает, что не останавливаются машины. Удобнее было бы, если бы в целях безопасности установили надземный пешеходный переход. Возможно, такой здесь скоро появится, рассказал на встрече с жителями представители районной администрации. Подготовлены предложения по обустройству пешеходного перехода, надземного либо подземного, на данном участке дороги, для того, чтобы этот вопрос снять. Кинотеатр построили в рамках так называемой первой очереди по организации детского центра. Скоро запустят и вторую. Тогда здесь появятся кружки по киноделу. А значит, еще больше маленьких пешеходов у центра «Мечта». Этим проектом занимается депутат городского совета Владимир Венедиктов. О ситуации с опасной зеброй он тоже знает. Здесь уже были случаи, когда были наезды на пешеходов. Поэтому я уже год занимаюсь тем, что говорю о том, что не дожидаясь строительства и заканчивания второй очереди, надо срочно сделать переход. Деньги на надземный переход уже нашли. Правда, в бюджете на следующий год. А до этого времени родителям советуют пристальнее следить за своими детьми, а водителям за ситуацией на опасном участке дороги. Екатерина Кашульчик, Евгения Змуновская, Владимир Антонов. Новости ТВК.